Это итоговая программа «День с толком». Я, Ирина Корчагина, и мои коллеги расскажем о самых значимых событиях этой недели. Началась она с годовщины трагедии. Ровно год назад в районе Докучаева произошло ЧП, взлетел батут с детьми. В результате две девочки оказались в реанимации, а жизнь их родителей разделилась на «до» и «после». Наша съемочная группа решила провести свой рейд, чтобы выяснить, почему на некоторых батутах можно, что называется, допрыгаться. Район Докучаева. Ровно год назад на этом месте стоял детский надувной батут. В преддверии лета ничего не предвещало беды, дети резвились, а взрослые даже не представляли, чем может обернуться обычная детская забава. В тот день два ребенка оказались в реанимации. От взлета батута пострадали девочки трех и четырех лет. Их буквально выбросило на трамвайные пути возле аттракциона. В результате у обеих черепно-мозговые травмы и переломы. Родители говорят, 30 мая день, который они навсегда хотели бы вычеркнуть из своей жизни. «Жизнь в семье разделилась на до и после. То есть, несмотря на то, что самые тяжелые травмы мы пережили, сейчас идет все равно еще процесс реабилитации. И он займет даже не один год. Потому что по неврологии последствия будут непредсказуемы. По травме, по ножкам неизвестно, будет ли еще одна операция. К тому же, это девочка. То есть, перелом таза сказывается в любом возрасте». И если на Докучаево прыгать теперь негде, то в 300 метрах от рынка можно здорово оторваться. И от земли тоже. Потому что про ГОС здесь руководители аттракциона, наверное, не слышали. По словам нашего эксперта, ограждение сделано для отвода глаз, крепление не натянуто. И вообще, по нормативам, к одному бетонному блоку должно быть не более двух узлов. «Однако на одном балласте у нас располагается пять узлов. Соответственно, если мы в совокупности их суммируем, это получится 800 килограмм на одну точку. Вес бетонного блока ФБС составляет порядка 485 килограмм. То есть, соответственно, мы можем сделать выводы, что данная точка крепления не соответствует по нагрузкам». «Ребенка бы своего опустили здесь?» «Да нет, конечно». За порядок на аттракционе отвечает девушка-кассир. К слову, в случае что, здесь она одна. Администратора или отвечающего за техническую часть тоже нет. «Могли бы рассказать, какая документация у вас есть на батутку?» «У меня никакой нет. Усё у начальства, у администраторов, у начальников». «А при сборке ежедневной вы какие-то проверки осуществляете батута? То есть, есть какой-то регламент вообще в целом какой-то? Вы инструктаж или обучение проходили у работодателя?» «Нет». К использованию батута есть целый ряд требований. Одно из них – обязательное наличие у наблюдателя анимометра. Это прибор для измерения скорости ветра. Но под рукой у кассира его не оказалось. А зря. «Прям на главной странице официальный прогноз погоды. Вот на сегодняшний день, 30 мая, да? Ветер западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Как правило, ограничение на использование батутов – это 10 метров в секунду». «То есть этот уже нельзя использовать батут сейчас?» «Нет, сегодня точно нельзя». Это уже другой батут возле торгового центра. Ситуация та же. Документов у оператора на аттракцион при себе нет. Никаких записей об установке тоже не делается. Зато есть другой журнал. «Мы записываем ребенка, во сколько он заходит, во сколько он должен выйти, сумма, на которую он заходит». Однако в остальном все не так страшно, говорит эксперт. Крепления натянуты, ограда присутствует, хотя и есть отклонения от ГОСТа. Нашелся и анимометр. «Замеряется скорость ветра. Если 6,8 метров в секунду, то открываться мы уже не можем. Сейчас, как мы видим, 2-4, да, бывают порывами. То есть в такой погоне мы можем работать спокойно». По словам операторов, в день на такие батуты приходит полсотни детей. Родители пытаются проверить безопасность тракциона на глаз, но никогда не спрашивают о документах. А по словам эксперта, делать это нужно. Слишком уж большой беспорядок в батутном бизнесе. Зачастую ни местным органам власти, ни контрольно-надзорным ведомствам просто неведомо появление аттракционов. Их работа фактически никак не регулируется законодательством. Тем временем алтайские депутаты предложили ужесточить ответственность для владельцев аттракционов и внести новое административное правонарушение за неправильную эксплуатацию тех же батутов. Однако на федеральном уровне ответа пока нет. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Что касается прошлогодней истории со злополучным батутом на Докучаево, она получила свое продолжение уже в суде. Следователи завели уголовное дело в отношении хозяйки батута. Спустя год расследование завершено. Предпринимательницу обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако страна защиты, как и владелица аттракциона, настаивает, что в случившемся виноват шквалистый ветер. Следующая тема тоже вызвала общественный резонанс. Жители города забили тревогу, когда в Барнауле начался демонтаж здания речного вокзала. Причина – гнезда ласточек на фасаде. Именно сейчас птицы выхаживают птенцов, зоозащитники и просто неравнодушные люди несколько дней страстно обсуждали судьбу пернатых и даже звонили нам в редакцию. Чем же закончилась история, знает Татьяна Голубева. «Ласточные гнезда начинаются отсюда. Они достаточно прочные». Именно Ольга Хапкова после начала демонтажа речного вокзала в социальных сетях сообщила, что сейчас ласточки выхаживают птенцов. И необходимо время, чтобы юная поросль окрепла и покинула гнезда. Горожане инициативу поддержали. Следующим шагом стало письмо к руководству компании-застройщика. Его общественники написали вместе с орнитологом Алексеем Эбелем. Где подчеркивалось, возможно ли совершить приостановку работ на территории речного вокзала с целью сохранения выводка птенцов, ласточки. Нужно сказать, что застройщик очень оперативно откликнулся. Мы не ожидали такого. Оперативно откликнулся и сразу пошел на контакт. И, значит, они выразили желание поработать над этой ситуацией и скорректировать сроки демонтажа здания. А сегодня состоялась личная встреча на речном, где общественники и представитель компании-застройщика еще раз проговорили схему сохранения популяции птиц. Обсудили такой момент, что в течение недели-двух будет вестись мониторинг вылета птенцов. Если птенцы вылетят, ну тогда будет какое-то соглашение достигнуто, что можно продолжать работать. Если птенцы уже там в некоторых гнездах показывают головки, то это примерно 5-7 дней. Представители научного сообщества уверены, если с демонтажом здания немного повременить, популяцию ласточек на речном удастся сохранить. Наша строительная компания всегда открыта к диалогу в любых абсолютно вопросах, особенно таких резонансных, особенно с животными. Мы тоже за этим следим. Мы готовы рассмотреть все конструктивные, адекватные предложения от жителей города по любым абсолютно вопросам, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы как только услышали, мы в первый же момент поняли, что нам надо любым способом сохранить этих ласточек, этих птенцов, для того, чтобы они дальше летали и радовали нас. Правда, ученые настаивают, что после вылета птенцов гнезда ласточек необходимо будет демонтировать, чтобы у птиц не было соблазна туда вернуться. И новую кладку будущих птенцов ласточки уже выхаживали в другом месте. Возможно, совсем рядом, ведь популяция свела гнезда и в районе Нового моста. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Спустя полторы недели после закрытия путепровода на новом рынке барнаульцы говорят, что выбирая общественный транспорт, доезжают до работы без пробок. При этом горожане отмечают, автобусов порой не хватает, хотя транспортники не жалуются на отсутствие машин. Причина в другом. Водить автобусы просто некому. Можно ли решить проблему и что предпримут для улучшения дорожной ситуации в городе? Этой зимой расскажем далее. Люди даже благодарят. Те, кто выбирает автобусы и трамваи, едут быстрее, чем раньше. Выделенные полосы для общественного транспорта дают результаты, говорят и представители администрации города и ГИБДД. Да, личному транспорту приходится стоять в пробках, но приоритет определили заранее. Провозная способность автобуса, большой вместимости, это 100 человек, машины максимум 5. То есть, исходя из этих простых подсчетов, приоритет именно дается общественному транспорту. Я вам больше скажу, что очень большое желание сохранить выделенные полосы. Автобусы едут по выделенкам, конечно, быстрее, но транспорт еще нужно дождаться. Пассажиры жалуются, приходится на ступеньках стоять, если удалось втиснуться. Парадоксно, у владельцев автопарков машин достаточно. Где-то даже простаивают больше 20 исправных автобусов. Транспорт есть, водителей нет. Молодежь просто не приходит, рассказывают руководители предприятий. Во многих компаниях состав сотрудников 45+. Есть комнаты для жилья. То есть, предоставляем жилье водителям с деревень, с сел, если приезжают к нам сюда. Вероятно, люди просто не хотят работать за те деньги, которые предлагает рынок. Судя из объявлений на сайтах, зарплата от 25 тысяч. А ведь работа тяжелая и физически, и морально. Профессия становится не айс. Работы много, работа тяжелая. Хотя раньше вообще горе не знали, проблем не было. Не знаю, что с народом происходит. Вопрос по водительскому составу, он такой злободневный и открытый. Хотя потихоньку пошли, на самом деле, от перевозчиков. Есть такая информация, не могу сказать, что это тенденция. Но приходят водители, заполняют те вакансии, которые имеются. В рамках мониторинга дорожной ситуации, а он, по словам представителей мэрии, идет в ежедневном режиме, вопросы нехватки общественного транспорта будут прорабатывать. При том, что проблема может обостриться к осени, когда автобусами и трамваями вновь начнут пользоваться студенты и школьники. А к зиме появятся новые вопросы. С учетом выделенной полосы для общественного транспорта, личному на том же Ленинском вместо трех останется две. А пока к выделенным полосам частники только привыкают. В качестве профилактики нарушителей штрафуют. Уже 300 водителей наказаны рублем. Среди них и таксисты, ведь большая часть компаний Барнаула не имеет официальных документов. И еще раз о сроках ремонта путепровода. Со слов подрядчика, раньше он не завершится, но и увеличивать сроки не планируют. Татьяна Голубева день с толком. Ну а что касается пешеходов, на этой неделе мы решили узнать, чего не хватает новому пешеходному переходу, который соединяет новый рынок и дом быта. Как по нему проходят мамы с колясками, или, например, велосипедисты. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Ежедневно расстояние от нового рынка до домобыта по оборудованному переходу преодолевает больше сотни жителей города. Прогулочным шагом этот путь можно пройти минут за 15. И барнаульцы поделились на два лагеря. Кому-то этот переход удобен, а вот некоторым приносит свои неудобства. Проблемы есть и сейчас. Например, мамам с коляском преодолеть это расстояние весьма непросто. Во-первых, страшно идти, потому что мимо проезжают велосипедисты или любители самокатов. И часто они это делают на больших скоростях. И во-вторых, по лестнице с ребенком просто так не подняться. Приходится искать другие варианты, которые весьма неудобны. Мне приходится идти вслепую спиной. Чтобы подняться. Придется постараться. Или так. По этой лестнице с ребенком на коляске я бы не ходила. Объясню почему. Вот этот вот пандус, он сделан либо для широкоинвалидной коляски, либо для коляски для детей совсем, малышей. Вот такая коляска для детишек немножко постарше. Абсолютно не подходит. Конкретно проходя по мосту, в принципе, удобно. Асфальт ровный. Идти можно. Единственное, что бы я хотела предложить, это разделить поток велосипедистов, людей, тех, кто катается на самокатах, и пешеходов. А вот удобно ли на этом переходе велосипедистам проверил на себе. И посмотрим, с какими проблемами мы столкнемся. И вообще столкнемся ли. Скажу честно, на велосипеде переход я проехал за минут пять. Единственное, нужно быть внимательным, чтобы не задеть прохожих. Уж очень большой тут поток людей. На лестнице также проблем не ощутил. Можно спокойно закатить велосипед наверх. Так что преодолеть этот путь не составляет особого труда. И, как показывает наш стихийный рейд, в целом переправе можно поставить твердую четверку. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Несколько дней осталось до официального старта купального сезона в Барнауле. Сейчас на территориях отдыха наводят порядок, улучшают инфраструктуру. Моя коллега Валентина Аскирова на этой неделе, несмотря на то, что погода вообще не пляжная, узнала, где в этом году горожане смогут принять солнечные ванны и выгулить купальники. После изнурительной жары наступила непогода. На улице холодно и ветрено. Желающих позагорать на пляжах нет. Но, тем не менее, подготовка к открытию пляжного сезона, который стартует уже 10 июня, идет полным ходом. Этим летом в Барнауле откроются 11 бассейнов и 4 пляжа. Бесплатный городской, водный мир, пляж на озере Варежка, на озере Пионерское. Во всех перечисленных водоемах специалисты взяли пробу воды, водолазы обследовали дно и дали добро на работу. 10 июня, если, конечно, небесная канцелярия будет благосклонна, Барнаулицы смогут насладиться безопасными водными и солнечными процедурами в этих местах. Частично мы начали выставлять шезлонги, зонты. То есть уже подготовлены бары, кафе. Выставлен звук, аппаратура, переодевалки, душевые, ногомойники, туалеты. То есть все приведено в рабочее состояние. Поэтому я думаю, что 10 числа мы уже откроемся. На официальных пляжах, естественно, будут работать спасатели. Так, на одном из городских их будет 4. Один будет работать на воде и следить за купающимся. Другой в детской зоне, третий в общей. Еще один будет ходить по территории и следить за порядком. Купание запрещено. Такие таблички установлены в 25 местах краевой столицы. Те, кто игнорируют, рискуют здоровьем и жизнью. Водоем недалеко от городского пляжа. Купаться здесь категорически запрещено. Это небезопасно. Дно реки не обследовано. Спасателей никаких нет. Но для многих это не аргумент. К слову, опасность представляют не только неофициальные водоемы, но и официальная причина безответственность некоторых родителей. Родители приезжают, детей бросают. А сами отдыхают, веселятся, гуляют. Ну, соответственно, спасатели приглядывают. Вот в прошлом году мы таких 4 ребенка вытащили. Руководство пляжей, конечно, надеется, что купальный сезон стартует вовремя. Вот только синоптики говорят об обратном. Ближайшие 10 дней будут довольно прохладными. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Кстати, в прошлом году в Алтайском крае на воде погибло 65 человек. Причем большая часть, а именно 41 в летнее время, с июня по август. Спасатели говорят, чаще всего люди гибнут на диких пляжах и в местах, не предназначенных для отдыха. Тонут и взрослые, и дети. Так, в 2021 году на водоемах края погибло 8 несовершеннолетних. Главный фактор, приводящий к гибели детей на водоемах, это отсутствие должного контроля со стороны взрослых. То есть почти всегда ребенок оставался в опасности, без должного надзора. Либо дети в одиночку пошли куда-то там купаться на какую-нибудь речку, либо взрослые просто отвлеклись на какое-то время. Если о взрослых говорить, то здесь, конечно, серьезный фактор – это отдых в таких местах, где отдыхать, конечно, опасно. Где дно непонятное, где течение, где глубина. И, конечно, сопутствующий фактор – это употребление спиртного. Само собой, это довольно распространенная такая ситуация, когда человек в состоянии алкогольного пенения переоценивает свои силы, скажем так. Вообще заходить в воду в состоянии пенения опасно крайне. Ураган, ЧП на канатной дороге в Белокурихе и взрыв самогонного аппарата в Тальменке. Минувшая неделя в Алтайском крае не обошлась без происшествий. Валентина Аскерова сделала подборку самых серьезных ЧП за последние несколько дней. Брег. Два раза даже. Ливневые дожди и грозы обрушились в первый день лета на Барнаул. Порывистый ветер был такой силы, что даже снес крышу детской школы искусств в Павловске. Чудом никто не пострадал. Пыльная буря бушевала в Рубцовске. Ветер в 28 метров в секунду заблокировал движение транспорта. Мощный ураган повалил деревья. Некоторые машины пострадали от обломков. Жители Барнаула в непогоду ощутили отсутствие и нормальных ливневых канализаций. Проезжая часть на Попово ушла под воду. А вот в Белокурихе вечером 2 июня на горе Цирковка туристы застряли на канатной дороге. Сильный ветер сломал дерево. Ветки упали на одну из опор подъемника. В результате чего в креслах застряли 21 человек. Еще 22 на осмотровой площадке на вершине горы. Среди застрявших было 9 детей. Спасательная операция длилась больше 4 часов. Вернуть туристов получилось только ночью. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура. Ведомство проводит проверку. А вот случай на Кузбассе унес жизнь ребенка из Алтайского края. Родители оставили своего двухлетнего малыша без присмотра возле каркасного бассейна на несколько минут. Этого хватило, чтобы случилась трагедия. Ребенок утонул. Следователи возбудили уголовное дело. А в селе Озерки Тольменского района на этой неделе произошел забавный инцидент. Взорвался самогонный аппарат. Пострадала квартира на первом этаже многоквартирного дома. Из повреждений выбитая входная дверь и пластиковая стена лоджии. Пострадавших нет. Разве что самогонный аппарат и его хозяин, который теперь остался без любимого хобби. Валентина Аскерова. День с толком. Еще одна громкая тема последних дней. Станкостроительный завод Барнаула на фоне санкций сократит более 300 работников. На предприятии заявили о желании провести сокращение в полном соответствии с трудовым кодексом. Об этом сообщают наши коллеги по холдингу редакция сайта Толк. Также известно, что сейчас руководство завода ведет переговоры с крупными заводами края, чтобы трудоустроить своих сотрудников. Введение санкций со стороны западных стран и разрушение логистики ударили по патронному заводу, так как более 70% его продукции шло на экспорт. За последние три года предприятие поставило более 1 миллиарда патронов более чем в 30 стран. Среди основных покупателей были и предприятия Северной Америки. К этой теме мы планируем вернуться уже на следующей неделе, чтобы узнать, какова дальнейшая жизнь завода и его рабочих. И к другой теме. На этой неделе Алтайский край попал в десятку худших регионов по благосостоянию семей. Наш регион занял 78 место в рейтинге из 85. Результаты исследования по итогам прошлого года приводят федеральные СМИ. Так, после всех обязательных трат у алтайской семьи с двумя детьми остается около 13 тысяч рублей в месяц. С одним ребенком почти в два раза больше – 23 тысячи. Отметим, рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ. Семьи с двумя детьми там откладывают более 100 тысяч рублей. Далее следуют столицы – Москва и Санкт-Петербург. После всех минимальных расходов у них остается 80 и 77 тысяч соответственно. Кстати, в Алтайском крае еще выявили и самое большое сокращение жителей в Сибири. По предварительным данным переписи, ее результаты опубликовала российская газета, в регионе проживают 2 миллиона 164 тысячи человек. В сравнении с 2011 годом край потерял 256 тысяч человек. А вот как удержать молодежь не только в Алтайском крае, но и на селе? Об этом всю неделю говорили на молодежном форуме АТР, который накануне и завершился. Его участники – молодые люди от 18 до 35 лет, помимо новых знаний, получили денежное вознаграждение. Напомним, на образовательный форум съехалось 500 участников со всех уголков страны. Несколько дней на АИ работало 12 площадок, на которых ведущие эксперты страны дискутировали на экономические темы, подсказывали, с чего начать развитие бизнеса, решали вопрос с сельской занятостью. В течение недели 145 участников боролись и за грантовые деньги. В результате победили 19 социально значимых проектов. Например, среди них – работы участников из Алтайского края Владимира Купина, проектная культура, и Анастасии Кузьевановой, проект по восстановлению деревянной архитектуры. На развитие всех 19 проектов направлено 10 миллионов рублей. Отметим, что молодежный образовательный форум АТР в этом году прошел под эгидой туризма. Развитие этой отрасли в Алтайском крае стало главной темой мероприятия. Ведущие эксперты страны и десятки участников обсудили, как повысить спрос на туристические услуги в Алтайском крае и почему наш регион не проигрывает соседней республике Алтай. Об этом в нашем интервью. Свободных мест на базах нет. Нужно за 2 месяца, за 3 месяца, а то и больше бронировать, чтобы вывести семью. Это ужас, хочется сказать, но с другой стороны берет гордость, потому что те блага развития сервиса, не назову это блага цивилизации, потому что блага цивилизации к нам в Алтай пришли давным-давно, во времена скифов. А вот именно сервис, гостеприимство, клиентоцентричность – это то, что уже идет и не может не радовать. Кстати, вот если сравнить сервис 5 лет назад и сегодня, можете динамику охарактеризовать? Удивительно и приятно видеть отличия в том моменте в формате разговора, в формате комплиментов. Даже уровень сервиса на пути в Алтай в придорожном кафе – это уже не в формате, знаете, когда женщина, так вы кофу брать будете, вот такому будете или не будете, а уже там приятно, тебя приветствуют, тебя предлагают, там оплата карты, там сопровождают. Обратить внимание на это, на то, это восхищает. И одновременно немножко удивляет, потому что ты, как абориген, как местный житель, ты просто к этому не привык. Ты привык, что у тебя, ну да, ну так, а уже, 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 уже приятно. Я проехал всю Россию с выступлениями с Западой до, вплоть до Чукотки. Вот, не надо вернуться с Санадыря, поверьте, и Билибина. Поверьте, сравнить есть чем. И уровень у Алтая определенно очень высокий, но нет предела совершенству. Чтобы улучшили. Так, первая мысль, которая возникла, только я даже посмотрел, а как сделать так, чтобы погода у нас была, там, как в самом солнечном регионе, как в Бурятии, но потом вспомнил, что это ведь нам не подвластно, поэтому будем работать над внутренней инфраструктурой, чтобы внешняя переменчивость, погода, дождь и все остальное нам настроение не портили. У нас очень, не разве так раз, как мне кажется, направление, вот, именно, горного туризма, там, причем есть шикарное место, горный Чарыш, на территории Алтайского края, в котором по логистике, по доступности, по популярности проигрывает, а по красотам и видам точно выигрывает. Я полетал на коптере, там, в Тони, не стадо, не стадо горных козлов, и поймать этот вид сверху, это очень обморошительно. Просто этим нужно заниматься и развивать эти маршруты более? По чуть-чуть, но каждый день. Большой запрос вообще работодателя на студенческие отряды сервисные, потому что туризм внутренний стал развиваться, естественно, требуется больше рабочей силы, да, вот, и поэтому, ну, и, в принципе, и у ребят, у студентов тоже появляется запрос на то, чтобы работать в сфере гостеприимства. Единственный момент, что не все это достаточно развито сейчас, и сервис, в том числе, недостаточно развит, и наша задача, чтобы наши ребята, приехав, трудиться на какой-то, допустим, сервисный, да, объект в сферу гостеприимства, во-первых, обладали должными компетенциями, да, повышать статус бойца, именно сервисного отряда, который работает в туристической сфере. А в чем задача, прежде всего, вот, студента, строя отрядовцы, который приехал на курорт или санаторий? Вот что его? Наши ребята работают в сфере сервиса, именно, если в сфере туризма, горничными официантами, барменами, то есть спасателями, матросами. У нас сейчас проходит дополнительное профессиональное обучение данных студентов, то есть они могут быть юристами, но пройти профессиональное обучение, допустим, на бармена и поехать работать летом барменом. В Белокурихе, вот, впервые у нас будет межрегиональный трудовой проект, у нас будет более 100 человек трудиться не только сервисного направления, но и медицинского дополнительно. Средняя зарплата 25 тысяч рублей, вот, в сервисном направлении, ну, плюс говорю, что, ребята, это чаевые подработки. И еще о туризме. Зловоние, антисанитария и все это на территории туркластера. Речь идет о набережной Барнаула. Жители города пожаловались на пикантную проблему. Туалеты на набережной живут своей жизнью, в них никто не проводит уборку, и поэтому многие предпочитают справлять нужду в кустиках. Тему продолжит Анастасия Наборщикова. Территория хорошего настроения – это про набережную речного Барнаула. Важно улыбаться и быть вежливым, музицировать, разделять стекло от пластика, а еще убирать экскременты со своими питомцами. Мы решили проверить, так ли это все сегодня. Четыре года назад набережная заметно изменилась, но ее преображение потратили 180 миллионов рублей. Сегодня это место – точка притяжения горожан. И все бы хорошо, но есть камень преткновения – общественные туалеты. Тогда на их оборудование и благоустройство потратили 3,5 миллиона. Но спустя год после строительства люди прятались в кустах. В 6 часов вечера туалетные кабинки были на замке. В 2019 году в мэрии нам сообщили, что биотуалеты сданы в аренду индивидуальному предпринимателю. Но уже в следующем сезоне было решено взять их под контроль муниципального предприятия. Сегодня жители Барнаула готовы сами рассказать, как выглядят уборные. Они неухоженные и там неприлично. Пускай он был бы платный, он был бы как бы чистый. Ой, там очень грязно. О, там что-то воняет. Воняет? Да. Бесплатный туалет на набережной есть. Здесь две кабинки, одна закрыта, а эту мы вам показывать не будем. Тут кто-то промахнулся. В конце набережной есть еще кабинки. Отправляемся туда. Внутри раковина, но воды нет, как и бумаги. Зато стоит крепкая зловония и железный замок. Наверное, вы заметили, что второй туалет всегда для инвалидов. И здесь, как и там, он всегда закрыт. Вывод прост. Санитарные нормы нарушены. В документе СанПИН указано, в туалетных кабинах должна быть туалетная бумага. А еще крючок для одежды и мыла. Важнее только чистота. Поэтому мы решили узнать, а вообще какой он идеальный туалет для Барнаульца. Он должен быть без запаха. Чистым. Био, наверное. Туалетная бумага, чтобы была, чтобы раковина была, мыло, зеркало в лучшем случае еще. Как в изумрудном, в общем. Территория хорошего настроения сегодня, похоже, держится на улыбках людей. Это первый пункт. О других говорить не будем. Важно разобраться с туалетами. Ведь в конце концов набережная является частью туркластера. И зловонные кабинки явно портят его имидж. Чтобы прояснить детали, редакция толка отправила запрос в мэрию. Мы продолжим следить за этой темой. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. Зато уже сейчас известно, что тысячи туристов со всей страны, которые поедут этим летом на отдых в наш регион или в республику Алтай, увидят то, за что может стать стыдно. Часовня на месте гибели народного избранника Михаила Евдокимова вновь нуждается в реставрации. Напомним, часовня находится на повороте в село Плешково. Плешково – это зональный район. Местные жители, конечно, пытаются привести ее в порядок. Но если сил и энтузиазма у обычных сельских жителей достаточно, то вот средств явно не хватит. Могут ли районные власти протянуть руку помощи и восстановить мемориал, к которому ежегодно стекаются десятки тысяч человек? Роковой поворот на село Плешково – остановка памяти для всей страны. Именно здесь почти 17 лет назад оборвалась жизнь народного губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. 7 августа 2005 года он разбился на Чуйском тракте. С тех пор люди возлагают на место гибели цветы. И даже те, кто не останавливаются, просто проезжают мимо и сигналят в память о народном любимце. Часовню на месте гибели Михаила Евдокимова построил анонимный меценат. Явно с надеждой, что за ней продолжат ухаживать. Но никто так и не осмелился возложить на себя груз ответственности. Два года назад мы уже рассказывали, в каком состоянии находится часовня. Колонна, плитка, все разрушается на глазах. Несколько лет назад, после огласки в СМИ часовню на месте гибели народного избранника Михаила Евдокимова наконец отреставрировали. Но не прошло и двух лет, как часовня вновь переживает свои не лучшие времена. Штукатурка потрескалась и осыпается. В последнее время от местных властей, от муниципальных, такого внимания уже нет. То есть, сами видите, уже и осыпается штукатурка. Хоть бы маленько взять, подкрасить. В администрации Плешковского сельсовета часовни открестились. Говорят, не на их балансе, но добавили. Работы по благоустройству и реставрации проводятся. В прошлом году была полностью убрана старая штукатурка. Было по новой все оштукатурено. Выкладывалось по новой плитке. Полностью все красилось. Ну и плюс к тому, постоянно чистим территорию вокруг. Кто ее ремонтирует? За чей счет? Вот тоже у меня такой информации нет, к сожалению, я не могу сказать. Власти Зонального района также пояснили, что часовня никому не принадлежит. Все восстановление ложится на плечи волонтеров и неравнодушных. И мусор убираем, все субботники, что берем, организовываем. Место не забываем, помним. Некоторые люди оставляют пожертвования, но хватит ли этих средств, чтобы отреставрировать мемориал за два месяца? Ко Всероссийскому фестивалю «Земляки», который ежегодно с размахом проходит на родине Михаила Докимова в Верхобском. А ведь на это мероприятие выделяются миллионы рублей. Помним, любим. Я о чем рассказываю. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Ну и в продолжение темы про часовню. Так мужики говорят, есть два выхода. Ну-ну. Один фантастический, другой реалистический. Так-так. Реалистический – это дождаться, когда прилетят к нам гуменоиды и поднимут нас на ноги. А фантастический? А фантастический – это самим вставать на ноги под вашим руководством. А фантастический. А фантастический. Продолжение следует...